Пожалуйста, дайте слово Вишневецкому Руслану Юрьевичу. Добрый день, дорогие земляки. Добрый день, уважаемый городской голова. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поделиться с вами наблюдениями, будучи в команде Александра Вилкова. С Александром Юрьевичем и его командой я познакомился в августе 2015 года. Узнал его средств массовой информации. У меня сложилось впечатление на тот момент о нем как о перспективном молодом политике. Работавшего губернатором Невропетровской области, развивал, то есть много чего сделал для города и области. Человек, который работал в правительстве, вице-премьером, имеющего опыт государственного управления. Пройдя трудовую предвыборную кампанию на своем округе, стал депутатом городского совета оппозиционного блока. Я рассчитывал, что став депутатом и являясь членом перспективной команды, политиков, включусь в плодотворную работу на благо процветания моего любимого города и страны. Но увидел совершенно обратное. За 4 месяца в штабе оппозиционного блока было проведено более 10 фракций. Ведущим на фракциях был уважаемый Александр Юрьевич Вилков. Обсуждали следующие вопросы. Какие комиссии мы заберем и возглавим? Как мы будем назначать директоров коммунальных предприятий? Как мы будем делить портфели? Как мы заберем власть у Бориса Филатова? Как мы будем мешать мэру и для полной дискредитации его в обществе? Какие мы будем красивые и богатые и счастливые? А теперь главное. Прошу внимания, уважаемые друзья-земляки. Основной тезис почетного гражданина Вилкова, вдумайтесь, цитирую, чем городу и людям хуже, тем нам для поднятия рейтинга партии на будущих выборах лучше. Значение, вдумайтесь, значение этих слов. На глазах наворачиваются слезы, волосы дыбом становятся. То, что сегодня страна, вроде, отбывает социально-экономический и политический кризис, это Александра не интересует. Я разочаровался в Александре Вилкуле, как в достойном и порядочном политике и конструктивном руководителе. Я посмотрю, кто здесь первый сложит. Можно еще минуточку внимания, пожалуйста? Пожалуйста, продолжайте. Пожалуйста, давайте не терять время, Руслан, заканчивайте, пожалуйста. Что это за люди, скажите мне, пожалуйста? Дикариньки. Кто здесь вообще? Что вы там квакаете? Спокойно сидите. Хорошо. Руслан, пожалуйста, без... Руслан, без перехода наличности, пожалуйста, продолжайте и давайте давать слово другим коллегам. Я разочаровался в Александре Вилкуле, как в достойном и порядочном политике и конструктивном руководителе. Интересной политтехнологиями владеет и не стесняется применять почетный гражданин Днепропетровский. Такой известный криминальный авторитет из известного нам кинофильма «Саша Белый» на фоне Александра Вилкула – просто мелочь пузата. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу прощения. Вот это вот все слова Александра Юрьевича, он нам написал под диктовку. Смотрите, популисты. Сидят популисты и рассказывают о каких-то бюджетных проектах. Ничего страшного, я правду зато читаю. А вы вроде постоянно. Прошу прощения, можно еще минуточку внимания? Пожалуйста, Руслан, минуточку и заканчиваем. На мой взгляд, почетный гражданин применяет схему 90-х, только на другом уровне, на уровне украинского политикума. Жажда власти затмила вилку у совести. Хочу обратиться публично к Александру Юрьевичу Вилкову. Дорогой Александр, вы заигрались. Сегодня страна претерпевает настоящее горе. Прекратите играть с судьбами украинских граждан. Иначе вы войдете в украинскую историю, как настоящий враг народа. Хочу обратиться к своим коллегам из партии «Громадская сила», из блока Петра Порошенко. Дорогие друзья, мы с вами знакомы не один год. Вы живете в прекрасном городе Днепропетровск. За вас проголосовало несколько десятков тысяч днепропетровцев. То, что я сказал, является правдой. Это могут подтвердить 25 депутатов оппозиционного блока. Я положу, не переживай. Уважаемые коллеги, ДВП и «Громадская сила». Дайте 10 секунд закончить. 20 секунд и все. И, Руслан, пожалуйста. Также обращаюсь к Вадиму Рублевскому и всей команде оппозиционного блока. Надеюсь, вы докажете свою любовь к городу и сделаете правильный выбор. И поддержите данный вопрос о снятии господина Вилкова статуса почетного гражданина. Также хочу подчеркнуть, что Александр Юрьевич Вилков – это не весь оппозиционный блок. Ребята, ну вынесите этих идиотов отсюда. Что они тут орут? Вы идиоты, натуральный. Закрой свой рот. Также хочу подчеркнуть, что Александр Юрьевич Вилков – это не весь оппозиционный блок. И большинство депутатов оппозиционного блока являются конструктивными и непорядочными политиками. Также я подготовил депутатское обращение к генеральному прокурору Украины Шокину Виктору Николаевичу и главе СБУ СБУ Грецаку Василию Сергеевичу о просьбе открытия головных дел в отношении антинародных фактов в деятельности народного депутата Вилкова Александра Юрьевича. Также я подготовил обращение к президенту Украины. Порошенко Петро Алексеевичу, как гаранту Конституции, обратить внимание на антинародные действия господина Вилкова. Прошу уважаемую громаду поддержать данное обращение и поставить свои подписи. С подписи я начинаю собирать сегодня после окончания сессии. Обращаюсь к полицевой совету партии Оппозиционный блок Украины об исключении Александра Вилкова из рядов партии для осуществления благотворной работы на благо Украины. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Прошу прощения. Вот это вот, генеральный обращение, вот это, начальник МИЛУ, Дубровидец, и, шановно, в Троицке, посчитайте. Так, Руслан, все, пожалуйста. Я прошу прощения. Давайте с места, Руслан, если можно, пожалуйста. Я просто... Ну, хорошо, ладно. Давайте тогда, подождите, коллеги, давайте сделаем так. Страсти напряглись, и я дам всем высказаться, сколько надо. Чтобы не было перекоса, и не говорили, что я господину Вишневецкому дал, как бы, карт-бланш. Пожалуйста, зачитайте. Пожалуйста, давайте успокоим страсти. Руслан, зачитайте обращение ваше к Петру Алексеевичу, и мы начинаем приступать к обсуждению по фракциям. Спасибо. Прошу, шановный Петро Алексеевич, прошу вас, как гаранта Конституции Украины, сделать защиту конституционных прав граждан Украины и жителей Днепропетровска. И вернуть увагу на мое свернение до головы и безопасности Украины Грицака Василия Сергеевича, а также генерального прокурора Украины Шокина Виктора Миколаевича, что довчиненных, на мой взгляд, против правных действий сбоку народного депутата Украины Александра Вилкова. Также я прошу средствам массовой информации опубликовать мое выступление и опубликовать по фамилии голосования в средствах массовой информации. Спасибо большое. Спасибо, Руслан, за такое эмоциональное выступление. У нас больше всех возмущался господин Гивель. Ему слово, пожалуйста. Уважаемые депутаты, хотелось бы прежде всего обратиться к вам, к Борису Альбертовичу бесполезно, потому что он переносит свои личники просто на ваши плечи. Я бы сказал, это даже низко использовать вас для сведения личных счетов. Я вас лишу сейчас слова. Давайте не переходить на личники и личники. Хорошо? Дело в том, что это действительно так и есть. Можете лишить меня слова, можете делать что хотите. Это ваше право. Как человека, за которого тоже проголосовала половина города. За Александра Вилкова тоже проголосовало 150 тысяч. А в петиции, извините, проголосовало тысяча человек. И почему вы не выносите петицию про велосипедные дорожки, за которые проголосовало больше людей? Так это получается бы чистый фарф, ради того, чтобы вынести этот вопрос перед выборами в Кривом Роге, там, где баллотируется отец Вилкула. Спасибо большое. Вы хоть как по Фрейду не проговаривайтесь, а то я смотрю, что вас больше интересуют вопросы в Кривом Роге, а не в Днепропетровске. Поэтому давайте, как бы, знаете, чтобы буши зайчей не торчали. Пожалуйста. Так, у нас от оппозиционного блока выступал Гивель. Давайте, Сирота Александр, пожалуйста. Переключите, пожалуйста, выключение. Нет, давайте тогда по фракциям. Если Сирота придет, я дам вам, Наталья, слово. Я дам всем выступить. Давайте сначала по фракциям. Панченко Владимир, пожалуйста. Пожалуйста. Шановные коллеги, если посмотреть...